Торжественному маршу! По батальону! Знобённая группа прямо! Остальные на право! Во! На плечо! Всё! Равнение на право! Шагом! Ваш! Равнение на право! Собирает! Шагом! Военный парад, посвященный 78-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, открывает рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища под командованием капитана 3-го ранга Дмитрия Кирейта. Нахимовцы задают депу и ритм парадных расчетов. На центральной площади государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Командир знаменной группы, капитан 2-го ранга Андрей Яндавицкий. Честь проноса знамен доверена офицерам Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, капитанам 3-го ранга Сергею Мельнику и Александру Тихонову. Знамена сопровождает рота почетного караула береговой ракетной бригады Тихоокеанского флота. Командир, старший лейтенант Геннадий Грибанов. В парадном строю офицеры Тихоокеанского флота. Сводную роту офицеров возглавляет начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ флота, капитан 1-го ранга Андрей Кузнецов. Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота. Командует парадным расчетом заместитель командира бригады, капитан 1-го ранга Александр Котков. В этом году соединение отметит свое 60-летие. В парадном строю моряки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Командир сводного батальона, капитан 3-го ранга Алексей Сарычев. Парадными ротами командует капитан 3-го ранга Андрей Евстратов, капитан-лейтенант Максим Самойленко и капитан-лейтенант Евгений Жигалко. Приморская флотилия разнородных сил – это единственное в вооруженных силах объединение, которое гордо носит название субъекта Российской Федерации Приморского края. Военнослужащие объединения с честью и достоинством продолжают славные традиции военно-морского флота, надежно охраняя наше государство и покой его граждан. Перед трибунами проходит сводный батальон морской авиации Тихоокеанского флота. Командует парадным расчетом начальник морской авиации Тихоокеанского флота полковник Олег Романенко. За годы Великой Отечественной войны более 240 летчиков морской авиации получили звание Героя Советского Союза. 99 из них были выходцами с Тихоокеанского флота. В парадном строю личный состав 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Командир парадного расчета гвардии капитан-лейтенант Сергей Макаев, награжденный двумя орденами мужества. Знамя несет гвардии лейтенант Сергей Пеневич. Стало хорошей традицией участие на параде в честь Дня Великой Победы сводного расчета военнослужащих женщин Центра связи Тихоокеанского флота. Командир парадного расчета старший лейтенант Ирина Журба. Знамя несет старший лейтенант Мария Шинко. У центральной трибуны курсанты и слушателей Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. Возглавляет парадный расчет начальник филиала полковник полиции Дмитрий Кичатов. Знаменосец лейтенант полиции Евгений Зверев. Перед трибунами проходит личный состав главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю. Командует парадным расчетом полковник внутренней службы Валерий Шушпанов. Знамя главного управления удостоен нести старший лейтенант внутренней службы Андрей Кореонов. В парадном строю курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник академии полковник внутренней службы Алексей Аникеев. Знамя академии доверено пронести курсанту Алексею Сиротенко. В праздничном параде принимают участие курсанты одного из старейших вузов Дальнего Востока. Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Командир парадного расчета капитан второго ранга Владимир Евсеенко. Перед трибунами проходят нахимовцы Владивостока. Командир парадного расчета капитан второго ранга Антон Паникаровских. Сегодня нахимовцы принимают участие на параде в Приморской столице и на главном параде нашей страны в Москве. На центральной площади парадный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Строй юнормейцев возглавляет начальник регионального штаба Юнармии, кавалер Ордена Мужества, полковник Сапаса Михаил Любецкий. Перед трибунами сводный парадный расчет курсантов Центра мореход и Морского инженерного колледжа Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Командир парадного расчета Сергей Костин. Знамя несет курсант Морского инженерного колледжа Матвей Голя. В параде победы принимают участие юнги морского военно-патриотического клуба флотилии «Варяг». Командир парадного расчета, руководитель клуба, капитан-директор Василий Самочков. Знаменосец юнга первой статьи Михаил Шахмельян. Перед трибуной воспитанники военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени воина-интернационалиста Андрея Левичева. Бессменным руководителем клуба является заслуженный учитель России, почетный гражданин Владивостока Галина Викторовна Киселева. Строй возглавляет кавалер Ордена Мужества, подполковник Сапаса Андрей Ежов. В праздничном параде принимают участие юнги флотилии «Юных моряков Восток» имени Сергея Перса. Командир парадного расчета, руководитель флотилии, капитан-лейтенант запаса Максим Хлянченко. Знаменосец юнга Лев Васильев. Завершает прохождение пеших колонн праздничного парада курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Парадный расчет возглавляет капитан первого ранга Андрей Шмаков. Боевое знамя училища несет капитан Артем Павин. Училище является единственным на Дальнем Востоке высшим военно-морским училищем-заведением, которое на протяжении 85 лет готовит офицерские кадры для военно-морского флота. За время своего существования училище подготовило более 20 тысяч офицеров. Среди выпускников училища 18 героев Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда. 275 выпускников стали адмиралами и генералами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова